Здарова народ, как многие догадались, речь сегодня пойдет про экшн-камеры, а именно про их доработку. И многие, у многих был вопрос, а неужели обязательно, чтобы экшн-камера сдавливала пространство? А неужели невозможно примутить там какой-никакой зум, кроме цифрового, разумеется? Неужели вот это надо именно так, а не по-другому? А что делать с фокусировкой? Ай-яй-яй. Итак, сегодня мы ответим на этот вопрос, экшн-камеры отлично и прекрасно дорабатываются. У нас получилось запросто примутить туда отдельный, совершенно другой объектив, который имеет зум и который отлично работает с фокусировкой. Про автофокусировку, разумеется, вам придется забыть. Так же, как вам придется забыть про водонепроницаемый и ударопрочный вот этот вот стеклянный бокс. Им вы больше воспользоваться не сможете. Это из минусов той самой доработки, о которой я сейчас говорю. Во всем остальном мы видим сплошные плюсы. Теперь мы имеем какой-никакой оптический зум, что нам непосредственно помогает и можем делать даже эффекты мягкого фокуса. Это такие интересные фишки достаточно. То есть экшн-камера превращается в нечто большее. За счет того, что объектив, который мы установили, является более светосильным и у него светопропускаемость гораздо лучше, чем у штатного, мы видим, что даже в пасмурную погоду изображение достаточно достойное. И пусть вас не отвлекает немножечко сбоку нечистоты на объективе. Я забыл его почистить перед тем, как пошел тестировать и снимать. Пусть это не отвлекает вас от главной сути. А суть в том, что мы можем как оставить теперь тот самый большой угол, когда камера сдавливает пространство, вы как раз сейчас видите. Можем еще играть и с фокусом. Так и избавиться от этого угла. То есть сделать ее более узконаправленной. Более того, возможность играться с фокусировкой придает нам возможность делать вот такие вот офигенные видеоэффектики. И опять же, пусть вас не отвлекает люминесцентная подсветка, потому что камера 60 Гц снимает 60 кадров в секунду. И небольшие мерцания все-таки видны. И теперь у нас появляется возможность акцентировать внимание как на ближних объектах, так и на дальних. Просто играя фокусом, размывая либо те, либо другие. А это уже очень круто. Мало кто умеет такое делать, вооруженный всего лишь обычной экшн-камерой. Дорого ли стоит такая доработка? Да ну нет, на самом деле сам по себе объектив стоит что-то в районе 600 рублей. Подробнее обо всех этих доработках вы можете всегда узнать в нашей группе ВКонтакте, которая называется Plaza Псков. Поэтому не стесняемся, вступаем, спрашиваем, вам обязательно ответят, трудно ли поменять. Да, есть небольшая сложность, штатный объектив, как ни странно, заклеен внутри. Но, тем не менее, приложив руки, вы можете запросто сделать то же самое. На этом я с вами прощаюсь. Обязательно вступайте в нашу группу ВКонтакте. В описании есть все ссылочки, которые вам помогут на любой случай жизни. Там только полезное. И ставьте лайки этому видео, если оно было для вас полезным. Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok